...достаточное пространство для кулиарных разговоров. Сказать вам, что вчера вечером я спрошу встреча и с удовольствием мы с господином Павриэлем, так и затем мы с господином Михалком, затем мы с господином Михалком, мы с господином Михалком и его сотрудниками. Примерно в девяти часов после прихода дома произошло то, что уже в стандарт начали приходить имейли, каким является международной степенькой господин Михалком и сразу я осталось спрашивать, мне же себе представить, что такое иметь дома. Три дня внука были на ними и читая это, и в этот момент у меня, как улучшили воспоминания 20 лет назад. Практически на каждом мы поступали о немними заявления и в северном месте всех, которые были члены наш пресс, в том числе и все премиары и президенты, кроме последнего, которые были в своей собственной премии с праведливостью. На вашей премии у нас были с профессором Гриэлемом, которые были представлены церемон, на руки невосстановленных побежанных органов организма и ткани. Когда мы вышли к этому, я просто не знал, какими путями мне нужно ходить, потому что меня видели со всех возможных недугов. Вчера я спрашиваю на всех моих отношений, которые были нарушены, и я заболею, что есть женщины, и мы прислушали их после многих северной организм и власти. Продолжение следует... 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 Смерть человека не страшна, пока человечество не переживает. Смерть человека не страшна, пока человечество не страшна. Смерть человека не страшна, пока человечество не страшна. Переходим на другое, затем третье, четвертое место в кастрюле и так далее до тех пор, пока не сваривалось зажиг. Наша цивилизация напоминает именно эту лягушку. Нам становится дискомфортно в одном месте, мы переходим в другое. Если нельзя загрязнять атмосферу тут, мы будем делать это где-то еще, в другом месте или даже в другой стране. Вместо одного источника загрязнения перейдем на другой. Например, вместо тепловой тростанции построим атомную, большему злу предпочтем меньшее и так далее. Возможно только два исхода развития технократической цивилизации. Ее гибель от отходов индустриальных технологий и деления техносферы в биосферы выносит земную индустрию в космос. То, как мы можем погибнуть, я испытал на себе, когда мою родную деревню под Гомелем после самой крупной в истории человечества технократической катастрофы на Чернобыльской АЭС накрыло облако проективных осадков. А это всего лишь одна электростанция. Маленький индустриальный винтик по добыче самого безопасного вида энергии, электричества. Человек создал технику, и она осталась слишком сильной для того, чтобы он мог ее контролировать. Чернобыль – это яркий пример, урок, из которого мы так ничего и не вынесли. Сегодня много говорят о загрязнении окружающей среды, глобальном потеплении и тому подобное. Принимают меры в виде квот на выброс тех или иных веществ в тех или иных регионах. Ничего не напоминает? Ягушка в Кастуле с еще нестинкентной горячей водой? Все это полумерно. Мы ничего не достигнем, просто сократив количество выбрасываемых в атмосферу рядных веществ. Так можно только отложить ими, но не избежать ими. Единственный вариант спасения для человечества – вынос вредного производства в одноклазерную орбиту, в ближнем космосе. Об этом говорил еще Целковский. Я познакомился с его трудами в детстве. Я понимаю, что так можно потерять всю планету, но все потерять. Потому что это сделано цивилизацией, вот это, по-кредитиве. И сделано самым безопасным, энергетическим. Потому что атомная электростанция Чернёховская – это электростанция. Она вырабатывает самую безопасную, самую чистую электростанцию. Мы увидим, что это не так. Никакая не безопасная, никакая не чистая. Я здесь был, я в школу ходил, вот там, в школу. Я здесь был, я в школу ходил, я в школу ходил, я в школу ходил, я в школу ходил. Я просто сидел здесь, в шестом классе. И нас учили, много мы учили, и хорошо учили. И отложил прекрасное образование, вот, в советской школе, глухой, среди болот. А там просто химии, физики должны быть. Нет силы более могучей, чем знания. Человек вооружён и знания непобедим. Горький. Мы юный физик. Горький физическая кружка. Были кружки, хорошие кружки. Я тоже ходил кружки. Увлекался моделированием. Потом все ракеты моделированы. А первой ракеты строил здесь. Где-то во втором классе. Начинал. Строитель. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мысль о возможности выноса индустрии в космос захватила меня целиком и полностью. Надо сказать, что она тогда пришлась как нельзя ко времени. Тогда космос был в моде. Еще бы. Мы же были впереди планеты всей. А впереди не американцев. Но вместе с тем, мне очень скоро стало ясно. Ракета не то, что могло позволить человеку не только покорить космос, но и даже просто освоить его в индустриальных целях. Возможность использовать ракеты очень ограничена. При этом ракеты экологически опасны и очень дороги. Каждый их запуск может стоить сотни миллионов долларов. Стоимость доставки 1-й тонны груза на орбиту высотой 300 км сегодня превышает 10 миллионов долларов. Для соединения космоса эта стоимость должна быть не более тысячи долларов за тонну. То есть десятки тысяч раз дешевле. Одна тяжелая ракета делает другую зону слоя размером с рамцем. Сотни запусков ракет-носителей в год, а это всего несколько сотен тонн груза в год, полностью уничтожит азонный слой планеты. Это возможности традиционного космического транспортного средства под названием ракеты. На земле с такой транспортной работой перемещение на расстоянии 300 км нескольких сотен тонн груза в год справится одна телега с парой крепких решений. Это и есть земная аналог космического транспорта, созданного земной цивилизацией. Правда, стоимостью несколько больше. Более триллиона долларов. Именно столько затрачено на космическую лодку за последние 70 лет. Очевидно, что одна земная телега не справится с транспортными задачами, стоящими на планете перед более чем семью миллиардами Земля. Как очевидно и то, что подобный транспорт не справится с созданием космической индустрии, обслуживающей все человечество. Решение, которое я предложил, является единственным возможным. Не ракетно-своение космоса. Оно основано на законах физики и в сущности очень просто. Мы можем выводить на орбиту большого количества грузов. За один рейс миллионы тонн и миллионы пассажиров. Использоваться по первым силам. Для этого по акватору нужно построить кольцо, которое и будет являться общепланетным транспортным средством. Внутри кольца по специальному вакуумному каналу на магнитном подвесе будет двигаться маховик, разгоняемый линейным электродвигателем по принципу поезда на магнитной подвесе. За счет чего кольцо, увеличиваясь диаметром, станет плавно подниматься над землей, пока не достигнет нужной высоты и эрбитальной скоростью 8 км в секунду. Таким образом, мы сможем вывести на околоземную орбиту неограниченное количество грузов, получив возможность использовать несчерпаемые ресурсы космоса, сырьевые, энергетические, пространственные, и избавив Землю от непосильной ноши технологической эксплуатации. Благодаря новым космическим технологическим ресурсам, отсутствующим на Земле, невесомости в глубоком вакууме, перед будущей космической индустрией откроется колоссальная возможность. Сейчас кажется даже немного наивным. Тогда я думал, что стоит мне рассказать людям о новом запретении, и они обязательно поймут всю его важность. Я был уверен, что меня услышали. Назвали сумасшедшим, паранойиком, фотоозером. И это тоже было своего рода признание. Когда-то также смотрели на свыщего копчегноя, воспринимали идеи Коперника, Бруна, и даже о самолете, сегодня ставшем частью повседневной реальности, скептики говорили, что предмет тяжелее воздуха не может летать. А другие специалисты утверждали, что космические полеты невозможны, так как в вакууме реактивной струей будет не от чего оттаскиваться. Впрочем, было и другого признания, настоящего. Более 100 патентов и автоскостердительственные изобретения, публикация в научных журналах и объемная научная монография. В некотором смысле я поведал им тем, кто критиковал меня. Они побудили меня отставить идею, развивать и совершенствовать ее. Так, собственно, и зародился концерт струнного транспорта, который отточковался от эстакады общепланетного транспортного средства. Основной недостаток изначальной идеи безракет посреди мостов связан с необходимостью строительства эстакады, которая должна пристать по экватору беззенную шар. Если эстакаду строят традиционные исполнения, то для этого потребовалось бы неумоверное количество строительных материалов. Однако расходы можно сократить на порядок, если сделать структуру эстакады тяжелительно напряженной. Струны. Струны и канаты примут на себя значительную часть нагрузки, для чего несущие конструкции могут быть гораздо более легкими и, соответственно, менее материалами. Кроме того, такая конструкция оказывается еще и более прочной, устойчивая к внешним воздействиям и дешевая. В сравнении с обычной стакадой, она сама по себе является, безусловно, выдержкой. А к тому может заменить ее не только в рамках концепции и ракеты в Среднекосмосе, но и в посрединенной жизни, в третийстве земных дорог и мостов. Словно, сама идея двигала мной, подсказывая средства к самому осуществлению, требующему огромную финансовую затрату. На которой не готово пойти ни о том государстве. В какой-то момент я понял, что изобретенная новая струнная система призвана стать своего рода звездом посадочной полосой для общепланетного транспортного средства сразу двух отношений. Она должна обеспечить техническое осуществление проекта и, что не менее важно, дать этому проекту финансировать. Из всего, что связано с изобретенным новым космическим транспортным средством, эстакады являются самым земным и понятным элементом потенциально востребованным рынком. Ее можно и нужно капитализировать. Это должно стать первым шагом спасения кем-то. Я попробую объяснить. При скоростном движении 90-й более плацентной энергии входит в бародинамику. Трудности связаны с наличным эффекта экрана. Когда транспортное средство движется близко к экрану, идет несимметричное обтекание воздушным потоком, идет на эквентированное питание воздуха по транспортное средство. Экранный эффект как минимум 2-1 раза улучшает альтернативные характеристики. При подъеме транспортного средства, на размер транспортного средства над землей, альтернативное сопротивление решается 2-1 раза. Надо не только поднять над землей, надо убрать экран, сделать не сплошное половину два узких струнных трещин. Обычно эстакада со сплошным половином, эстакада струнная – это эстакада. Она проектируется под ними термином воде. Но при той же нагрузке, при той же несущей способности, наша струнная стакада будет минимум в 20-30 раз дешевле. Вместо сплошного полотна два узких лица. Ясно, что подъем это в 10-20 раз. Балочная конструкция, она разрезная, несущая способность в балочной стакане где-то в 5 раз ниже, чем в такой же стакане, которая является неразрезной, без температурных швов. Поэтому на порядок мы можем снизить расход материала и строго за счет того, что мы убрались в то, что блокнот стали два узких рельса. И в 5 раз мы можем лучше его распутить, потому что конструкция неразрезная и предварительно напряженная. Оставалось решить проблему при дальнейшем с обтурением качельных колеса, на котором расходится порядка 10% панель при высокоскользном движении. Так как 2,5% панель уходит в жидкости. И колесо у нас другое, нижнедорожное. Потому что у меня тоже достаточно большое с обтурением качельных колеса, потому что коническое колесо опирается на цилиндрическую голову колеса. А у нас цилиндрическое колесо опирается на плоскую голову колеса. Поэтому по сравнению с железнодорогой мы улучшили колеса два раза. И поэтому нам нужна в два раза меньше мощность для удаления его собрания кочей-колес. Поделить местный порядок, который в Собисе-Колесе на два порядка меньше, чем у системы пневматической шипно-освалобетонной оплаты. Так был создан концерт оптимальной надземной транспортной системы, названной позднее Skyway в небесном поле. Это другая стакада. Она предварительно напряжённая, нерезрезная и статистически непределима. Второе. У нас по стакаде пишется рельс-автомобиль, который назван минусом, который имеет исключительно хорошую динамику, а вот исключительно хорошую. Имеет противосходную систему и интенсивную систему управления, безопасности, электропрозвещения и связи. И третье. У нас инфраструктура второго уровня. Она другая. Она не наполняется, а находит на землю. И поэтому вся инфраструктура второго уровня. Эта система, конечно, не решит глобальные проблемы, но позволит выиграть время, сэкономив за 100 лет триллионов тонн топлива и предотвратив выпас атмосферы триллионов тонн лет и исчезнет. Время – самый главный ресурс. И его у человечества становится всё меньше. Я уже говорил, что современные главистские движения с их программами способны только отложить гибель цивилизации. Все они похожи в детскую игру, где время злижется только в отчетченных правилах и пределах. В настоящее время выше любых правил, оно само правило. За тем, что мы выиграем время, должен следовать самым важным шагом. Должно быть решение. Я знаю, я знаю, как нужно время для реализации подложенной новой программы. Тронный транспорт, подложенный новой в качестве первого шага, это не только самый эффективный транспорт, но и самый безопасный и самый полисточистый. Это становится особенно очевидным, если использовать масштабный фактор. В частности, если по технологии скорой в ближайшие десятилетия будет построена альтернативно-мировая транспортная транспортная сеть ТРАСНЭК, кто-то спасет до конца века около 100 миллионов членских жизней, которые, в противном случае, погибнут в транспортных катастрофах. В первую очередь, на вторых дорогах. А около миллиарда человек не станут инвалидами и коллегами. Землепознательным годом возвращено более пяти территорий в регионах. А настолько во площади площадь, сегодня закатанного асфальта и похоронены под шпалом. В 10 раз больше территория Польши была спасена от экономической деградации. Но сэкономлены сотни миллиардов тонн топлива, стоимостью сотни триллионов долларов. При этом в двигателях, автомобилях, тепловозах и самолетах не будут сожжены триллионы тонн атмосферных кислородов, так необходимого тем нам для дыхания. Мы сможем дышать дольше. Мы выиграем время. Мы выиграем еще один рассвет и еще одну надежду. КОНЕЦ Боже, дай мне времени завершить начатое. Дай мне времени сделать все, что в силах моих для реализации задуманного. Для всех людей, объединенных этим рассветом и этой особенной надеждой, таящейся днем. Целой мысли я начинаю свой день вот уже почти 40 лет. Все то время, что было отданному площадью Киеве из полного краска и нерагетно в своей космосе. Я знаю, что я не один, и это дает мне уверенности в правильности и свободном пути. Жизнь человека есть только в жизни человечества, в возможности будущего для наших детей, внуков, правнуков. Со мной те, кто понимает это, для нас становится все больше. Моя семья, мои друзья, инженеры-конструкторы, люди, поддерживающие проект струнного транспорта, своими инвестициями, своим стремлением сделать все от них зависящее для того, чтобы не дать погибнуть нашей цивилизации. Сегодня мы вместе строим реконструктор в цену международного спецификации и сертификации струнного транспорта. Откуда это инновационное решение будет выведено на мировой рынок и сможет внести свой вклад в будущее? Вместе мы строим будущее, лучшее, чем то, которое ждет нас, без ничего не делать прямо сейчас, пока еще есть время. Я убежден, что как только мы достроим тестовый участок и сможем сертифицировать струнный транспорт, он будет востребован по всему миру. Ведь не может не быть востребованным самым эффективным, дешевым, говорится, чистым, безопасным транспортом всех, что только есть сегодня в мире. И хотя богатство не является для нас самоцельным, но мы распроходим, продавая созданную нами технологию. Лично заработанные деньги я инвестирую в разработку космической программы «Спейс Лэй». Эту программу сегодня никто не готовит финансировать. Ни Россия с ее воспоминцией, ни Соединенные Штаты Америки с их нас, ни Организация Реденных Наций. А ведь только научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по этой программе потребуют порядка 100 млн долларов вложений. Реализация программы «Спейс Лэй» в космический путь, затрат на которую отзываются более чем 1 млн долларов, обеспечит переход земной цивилизации на новую степень развития. Она станет космической цивилизацией, у которой индустрия будет вынесена за пределы ее дома, без веры в планеты Земля. В нашей цивилизации, а значит и у наших внуков и правнуков, появятся безграничные возможности для дальнейшего технологического развития без конфликтов между земной биосферой, созданной Богом, и индустриальной техносферой, созданной человеком Азона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...